Например, все время говорят, миграция, миграция. Слушайте, давайте прекратим приезд в нашу страну всех иностранных рабочих. Все. И смотрим, оставшиеся хватит нам для работы. Мы видим, что они лишние. Давайте отправлять их. За их счет. Никакой копейки избежать. А как еще? У них нет ничего. Они говорят... Работать. Вот для этого мы легализуем их. Например, вьетнамцев. Вот сейчас встали фабрика. 120 человек. Значит, работа будет принудительной труд? Какой принудительный труд? Ну, если они не захотят работать. Фабрика уже их действует. Мы находим головку, кто их организовал. В тюрьму. И говорим, ребята, работайте так, чтобы вам хватило денег уехать. И еще зарплату платим. Подлецы, которые их наняли на работу, им зарплату практически не платили. Отобрали документы. Мы им документы возвращаем. Зарплату платим и говорим, зарабатывайте на проезд до Ханоя и до свидания. Или, еще лучше, оставим здесь. Вьетнамцы нам безвредны. Нам нужен шерпотреб? Вот костюмы, рубашки, петрусы, пеноски. А, у вас вьетнамское все это? А? У вас вьетнамское все это? Нет, сударь, Владимирская область. Меня не поймаете. Скажу только в русском. Так. Часов какие-нибудь там сейка, мейка, никогда нет. Ну, мы сняли, наверное, перед заходом. Машина, БМВ, Калининградская область. Это я запомнил, да. Значит, легализовать вьетнамцев, они самые безобидные. Гнать нужно китайцев. Они стравят помидоры, огурцы. Это страшное удобрение. Это очень вредная продукция, если костпродукция от китайцев. Шерпотреб их вредный. Вот вместо китайского шерпотреба по всей стране фабрики, русские бригадиры, директор фабрики, бухгалтер. А вот они, как муравьи, работают день и ночь. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова